Если хочешь быть успешным, окажу себя успешными предпринимателями. Не каждому нужно становиться долларом-миллиардером. Ты работаешь в 17 лет. Первая моя работа была грузчиком. Как совершить вот этот волшебный первый шаг из найма в предпринимательство? Когда я перешел в предпринимательство, я за месяц заработал как за три года. Предпринимательство в большей степени врожденное или можно научиться? Не обязательно иметь миллиард долларов на счету, чтобы перенимать мышление, учиться улучшив. Какой у вас замысел? Улучшение качества жизни одного миллиарда человек на земле. Всем привет. Время проявляться. И сегодня у нас в гостях Саша Сила. Саша, привет. Привет, Лен. Президент и сооснователь движения X10, основатель сети кофе Invent Go и почетный меценат в разных совершенно ролях. И это мой первый вопрос. Как ты вообще пришел к социальной деятельности? Как предприниматель становится импакт предпринимателем? Ну, наверное, мой путь вообще в социальную сферу случился годы четыре назад. И таким проводником в этот мир стала моя супруга Залина. У нее уже был благотворительный фонд. Сейчас я тоже по совместительству как сооснователь являюсь, дарим добро вместе. И, наверное, это был первый такой мой социальный проект, который откликнулся. Мы именно занимались тем, что организовывали мероприятия для детей и сирот, которые находятся в ЦФО. То есть мы приезжали, например, в какой-нибудь областной город, собирали со всех детских домов детей, подключали губернаторов, площадку делали и делали праздник для детей, где дети в соревнованиях проявлялись и получали не просто какие-то призы. Они как раз-таки первое, что получали, это общение вот как раз-таки с предпринимателями и с людьми, которые чего-то достигли в жизни, чтобы у них была другая картинка. В общем-то, наверное, вот с этого момента начался мой первый путь. Я знаю, что ты работаешь с 17 лет. Да. Ты был в найме, в какой-то момент ты решил, что пора стать предпринимателем. Как это произошло? Что переключилось или кто переключил? Ну вот я был, наверное, такой молодой, достаточно долго работал в компании, в найме, ну как долго, то есть я работал с 17 лет, и первая моя работа была грузчиком, и дальше я перешел в более такую компанию, там, зарубежную, международную, крупную достаточно, вот, и там тоже активно рос, но в какой-то момент я, наверное, был очень амбициозным, уже в 20 лет я хотел быть директором всего, как бы. И, в общем-то, я дорос до очень высокой должности, если так брать, но дальше понятно, что парень 20 лет, и в компании есть, ну там, все ближайшие ребята 35-40 лет, отработавшие в компании 15 лет и больше, но это выглядело как капризы какого-то молодого парня, хоть и делавшего хорошие результаты. Мне как будто показалось, что я сижу и просто, ну, как бы, ничего в моей жизни не меняется. Теряешь время, да? Я просто, я, вот, то есть если я, вот, мне было, пока мне было интересно, я рос, рос, рос в доходе, в компетенциях, вот, в навыках, вот, расширение шло, и потом, когда я вот только встал, и все, и дальше не то, что я не хочу, я очень хотел, механизмы компании не позволяли, может, а может быть, это была моя, там, иллюзия, может быть, можно было найти, наверное, шаги, но мне было, как бы, очень страшно, конечно же, сделать шаг и стать, там, заняться своим бизнесом, у меня долго, кстати, не получалось, ну, не то, что не получалось, я не мог никак начать, то есть у меня не было среды предпринимателей, то есть вокруг все работали в найме, как стать предпринимателем, как они расскажут, если они не предприниматели, и, в общем-то, наверное, первым моим учителем стал как раз мой клиент из компании, он достаточно успешный был, и, в общем-то, он мне сказал, да, слушай, вот это, вот это, вот это сделай, вот тебе контакты там, а я просто даже компанию открыть не мог, То есть не знал как, как бухгалтерию вести, налоги. Ну, короче, меня это пугало больше, чем сама работа. Фактически появление наставника тебя воодушевило на то, чтобы стать более смелым и выйти из ситуации. То есть наставничество как решение. Да, учитель, наставник, можно так сказать, что, в общем-то, он мне просто на старте первые шаги какие-то простые сказал, что сделать. И, в общем-то, дальше я, конечно, очень быстро у меня пошел результат, вот так скажу. Мне кажется, что это достаточно частая ситуация, когда человек, скажем так, дорастает до какого-то уровня, понимает, что пора двигаться дальше. Но вот как совершить вот этот волшебный первый шаг, да, из наемов предпринимательства, это практически нереально, но без наличия наставника как раз. Ну, мне кажется, сейчас это более реально стало. Сейчас интернет-история, то, что больше об этом говорят. Ну, то есть говорят вообще о бизнесе, о каком-то своем деле, о каком-то... И, в общем-то, стало очень много людей открываться как наставниками. Раньше такого не было, и, в общем-то, были какие-то зачатки. Но сейчас, мне кажется, изобилие просто очень большое. Как бы мне кажется, что это просто на медийном уровне стала больше популяризация. Раньше вот хорошая компания, найм, то есть вот-вот... Карьер трек классический. Карьерный, да, 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 очень был популярен. Сейчас очень сильно изменилась эта история. Мне кажется, сейчас очень популярно, ну, по крайней мере, как мне кажется, вот, ну, заниматься бизнесом. А как ты определился, что это будет вендинговый бизнес? Как это вообще возникло? Это у тебя была мечта или так сошлись звезды? Да, ну, тогда мне казалось, что это как-то вот сложилось. А потом я понял, что очень все просто, как... Ну, чем мы себя окружаем, тем и занимаемся. Вот кого-то окружают строители, и они вдруг становятся строителями. Так как я работал вот в компании, и я был связан с как раз-таки крупными, с самыми топовыми крупными вот вендинговыми компаниями, Ну, что произошло? Моделирование. То, что я увидел, в принципе, просто какая-то, ну, есть такой смекалка предпринимателя, я ее так называю, потому что, ну, предпринимательство, по сути, это некая смекалка. То есть это не ум, это ничто. Ну, такой смекалка, которая работает, вот, я почему-то увидел такой, ну, вот, понятно просто, короче. И, в общем-то, было на вытянутой руке, и я как-то вот туда посмотрел. То есть лайфхак для наших зрителей — это то, что если хочешь быть успешным, окружи себя успешными предпринимателями и моделируй поведение. И в той сфере, которая максимально близка. Ну, да, здесь вообще очень... Ну, сейчас, мне кажется, это не то, что какая-то разгадка, но да ничего даже делать не надо, просто иди там, где много предпринимателей, и ты точно станешь предпринимателем. Ну, вот, как бы, рано или поздно ты все равно что-то... Эта мысль будет тебя греть, она будет прорастать, и это может занять несколько лет, вот. Ну, ты все равно станешь предпринимателем. То есть, ну, в зависимости от концентрации. Если там вообще одни бизнесмены, все, ты обречен. Как тебе кажется, все-таки предпринимательство в большей степени врожденное, то есть талант какой-то исходный, или можно научиться? Ну, мне кажется, что это не то, что можно научиться. В общем-то, есть, конечно, гениальные ребята, которые строят супер большие. То есть, ну, это тоже, я вижу, что это смекалка. Ну, то есть, это предпринимательский ген, который... Вот он видит какие-то связки, которые другие не видят. Вот. Но это для каких-то феноменальных и больших компаний, не знаю, там, миллиард долларов или 500 миллиардов. Но для того, чтобы просто создать бизнес, мне кажется, это под силу каждому. Не каждому нужно становиться, там, долларом-миллиардером, но просто тратить, там, свое время, вот, проживать можно по-разному. То есть, на самом деле, то есть, я когда вышел из найма, то есть, ну, я получал зарплату, хотя должность у меня была, вот, знаешь, там, такой рейтинг вроде бы высокий, но, там, я получал зарплату, не знаю, 130 тысяч рублей. То есть, на тот момент это неплохие деньги были, это достаточно давно было. Но, когда я перешел в предпринимательство, я за месяц заработал, как за три года. Вот, ну, типа, ответ. Рисков много, всего много. И понятно, что там тоже это, вот, волнами идут истории, когда-то ты, там, у тебя идет спад. Но опыт-то никуда не девается твой. Он у тебя только накапливается. То есть, следующая горка, подъем будет в несколько раз сильнее. И то, я уже вышел из найма, начал, точнее, был еще в найме, и уже свое дело, параллельное дело. У меня там уже доход превышал, прям, в разы. Но мне было все равно страшно уйти из найма. То есть, это вот... В какой момент ты ушел? Да это прям было очень тяжелое время. Это, наверное, через полгода. Я уже говорю, что я за месяц уже зарабатывал, как за, вот, там, за три года. Это, правда, было прям такие хорошие деньги. Это меня очень сильно воодушевляло. Но я продолжал ходить на работу. Вот привычка, она гораздо сильнее, чем... Отказаться от привычки сложнее всего. Да, да. Ну, то есть, это вот привычка и автоматизм. Все. Тебе тяжело перейти на другой автоматизм. Ну, когда ты перейдешь, уже все, назад пути нет. Класс. Скажи, пожалуйста, а на шоу называется «Проявленные». Я знаю, что у тебя в компании корпоративная культура очень необычная. То есть, ты поощряешь личную проявленность сотрудников, очень необычно выбираешь людей и даешь им разные роли. Расскажи немного про это. Я, например, там из администратора вот сейчас сделал человеком операционным директором. Серьезный рост. Да, но это вообще нелогично. Опыта нету, то есть, управления нету. То есть, кому не... Ну, как бы, вот как это взять и сделать? Но... Ты готов на риск, получается? Ну, я не то, что на риск. Это осознанный риск. Я вспомнил себя, когда я работал в PepsiCo, на самом деле, вот в компании международной. И там такая же история. Очень повышают только своих, короче, внутри компании. И вот каждый рост, и это сильнейшая мотивация. Другие видят, тоже хотят. Ну, короче, ролевые модели подсвечиваются. И вот лучшие какие-то проявления. И, в общем-то, когда компания становится для человека такой точкой роста, где он вообще становится другим человеком, там просто, ну, маленького администратора, как человек себя считает, он становится вдруг компанией, ему его делает операционным директором. И для него это улучшение зарплаты и финансов, статус, признание, короче. И это просто происходит, ну, такое внутри энергии очень много, что человек, он даже, вот, если что-то не умеет, он просто за месяц учится. И вот два разных человека, либо приходит какой-то специалист, который много знает, но у него нет энергии, он такой, приходит, платите мне зарплату большую, и я, может быть, начну работать. Или внутренний человек, который вдруг, у него просто я по сигналам посмотрел, что есть навыки, которые, я смотрю, что отличная коммуникация, порядок, то есть вот есть какие-то признаки вот такого плеймейкера, операционного директора, который будет классно, вот я просто какие-то внешние, с людьми поговорил, просто послушал, как взаимодействие, что вот где-то жестко, может, там, где-то мягко, вот полностью, и, в общем-то, ну, я не ошибся. Неважно, на какой роли он сейчас находится, важно, как он уже сейчас проявляется на этой роли. То есть если он уже проявляется вот так, то, ну, и ты ему даешь какой-то буст на другой уровень, то просто вот то, что он делал здесь, он начнет делать вот на все. И, в общем-то, для него эта компания тогда для него становится всем. Средороста, а не работы. Это развитие, это приверженность, это благодарность, это вот такое полностью человек, ну, ему компания все дала. Скажи, пожалуйста, а какие бы ты дал советы предпринимателям юным, которые сейчас вот хотят, вроде бы чувствуют, что готовы начать, но не понимают, с чего, как решиться? Ну, здесь все очень, мне кажется, такие простые моменты, которые это первое, найти ту среду, где есть предприниматели, много предпринимателей, это раз. Второе, это найти наставника, вот, и не просто найти, а увидеть, какой наставник, потому что тот, то, какой твой наставник, таким и станешь ты. Это на бессознательном уровне происходит, да, вот, как, например, не знаю, вот дети, они смотрят каких-то вот популярных блогеров и начинают одеваться, как они. Ну, то же самое и в бизнесе. Ты найдешь предпринимателя, и ты начнешь получать его паттерны и образ мышления, его взгляд на мир, учиться, в общем-то. И, конечно же, и то, чем он занимается, скорее всего, как выходит на практике, ты тоже этим начнешь заниматься. Поэтому, ну, надо просто внимательнее выбирать наставников, вот, учителей. Ну, конечно, самое важное, это вот окружение и учитель и наставник. А третий блок, это когда у тебя уже появятся ученики твои. Это вот три связки роста, три компонента. Спасибо, ты рассказал прям такую среду, в которой реально может прорасти и бизнес, и собственный проект. Просто себя нужно окружить теми, кто уже в этом гуру. Как ты оказался в движении X10? Как ты стал сооснователем и президентом? Что тебе это дало? Это как бы для тебя является твоей личной миссией? Или что это для тебя? Я пришел учиться к Игорю Рыбакову. Как такового в движении X10, ну, оно было, вот, но его и не было. Ну, то есть это была просто вот группа людей, которые собирались. То есть, в общем, мне это очень интересно. Я, кстати, всегда хотел, вот мысли материальные, я всегда хотел свое какое-то сообщество. Не то, что свое, а с кем-то, может быть. Да не важно. Ну, то есть большое сообщество людей. И, ну, вот, мне как-то это сообщество очень срезонировало, и мне предложили, что возглавить его, в общем, и, как бы, начать развивать. Ну, как бы мне это, так как мне это очень откликалось, и для меня я даже ощутил такое, что я хотел бы, наверное, этим заниматься всю жизнь. У меня был такой зов, и вот он откликнулся во мне, и это увидел Игорь, и, в общем-то, предложил мне сначала возглавить, потом я так чувствую, что он почувствовал, что я готов вот идти, это моя миссия, даже глубже. И, в общем-то, предложил вот стать таким партнером в этом проекте, в некоммерческом проекте, да, на котором мы не зарабатываем деньги, стать партнером и, в общем-то, развивать этот проект и делать так, чтобы он рос вот так вот. Какой у вас замысел? Поделись немножко, пожалуйста. Какая такая глобальная мечта? Замысел к 2050 году это 10 миллионов мастеров мы хотим сделать, у которых там по 100 учеников, это влияние на 1 миллиард человек, улучшение качества жизни 1 миллиарда человек на земле. Вот, то есть их 10 движений — это такой некоммерческий университет моментального образования, то есть есть вузы, куда люди ходят для того, чтобы они ходят, приходят, и у них академические часы, они учатся. Вот их 10 движений — это университет людей, где, в общем-то, люди учатся об людей. Ну вот, собираются люди, и все, что они делают, на самом деле, они делятся своим опытом. То есть вот я предприниматель, я прихожу, рассказываю про свой опыт, который у меня там 12 лет, я делюсь, рассказываю свой путь, и вот кто-то может считать и увидеть, и кто-то может сказать, блин, вот ты смог стать предпринимателем, и я смогу. Мне тоже страшно, но я увидел, что ты… Все возможно. Все возможно, и, может быть, я стану даже наставником. Для меня огромная честь сказать, что ты почетный меценат Рыбаков Фонда, ты учредил собственную именную стипендию для студента ШИР МФТИ. Расскажи про это немного, что, какой запрос был у тебя, и каким образом сейчас это все прорастает для тебя, как ты проживаешь эту свою новую роль? Ну, конечно же, вроде как звучит, что я иду учить, вот, ну, я становлюсь профессором бизнес-практики, но по факту учить самых талантливых и самых таких гениальных ребят, которые на физтехе, ну, конечно же, я иду сам учиться. Ну, у кого я буду учиться еще, где я буду… То есть ты даешь стипендию, чтобы учиться? Я даю стипендию, чтобы самому научиться у лучших ребят, которые вот гениальных, у гениальных ребят. Не просто, а вот, ну, я даю стипендию самых таких проявленных лидеров, умных, талантливых, там, вот, все ребята, самые технически подкованные в УЗИ. И, в общем-то, да, я заплатил за свое обучение. Я вроде заплатил за их, но на самом деле я заплатил за свое вот такое. Потому что, ну, что говорить, я же не учусь, а ребята, которые сейчас учатся, они находятся в самых трендах. То есть они все знают с точки зрения инноваций, решений и всего остального. Ну, вот, вот они меня и учат, как бы. Получается, твои студенты тебя актуализируют. Да. Очень здорово, круто. Саш, а что тебя вдохновляет? Ну, так скажу, что на самом деле много и в разные моменты разное проживание. Но мне очень, очень откликается это творчество, это вот YouTube-канал у меня тоже мой, Сила идеи. Мы оставим ссылочку в комментариях. Вот, да, YouTube-канал, который я развиваю, мне очень интересен, музыкальная вот история тоже, то, что я делаю. Это, конечно же, спикерство, вот, это вдохновляет, очень сильно вдохновляет. Это, конечно, обучение, то, когда я становлюсь учителем, когда наставником, вот, как раз-таки для молодых ребят. И не только молодых, разных, то есть стать учителем, наставником. Это тоже, вот, наверное, вот творчество, спикерство, вот, обучение и наставничество. Это вот одни из самых, и социальные проекты, это то, что меня очень сильно, как бы, вдохновляет. Сейчас такое непростое время, и я так слышу, что те вещи, которые тебя вдохновляют, в принципе, они вечные, да? То есть, вот, вне зависимости от обстоятельств, можно радоваться творчеству, можно проявляться как мастер, как учитель, наставник. Получается, что можно быть счастливым при любых обстоятельствах? Ну, когда я делаю, вот, все эти проекты, они так или иначе, где-то вклад в меня и расширение меня, или открытие нового, если вот музыка или ютуб, это открытие новых грани себя. Или быть вкладом в людей, то есть, вот, я же на некоммерческой основе являюсь, а где-то я еще и плачу за то, чтобы быть вкладом, чтобы какой-то ученик мог учиться. Вот, и, конечно же, это дает энергии, то есть, ну, это придает какой-то, придает смысл жизни, вот, другого оттенка. И плюс, вот, в социальных проектах это общение с новыми людьми и с теми людьми, с которыми бы я бы никогда, вот, не познакомился. И вот, даже недавно мы ехали в поезде с Игорем, с Оскаром Хартманом, и просто в поезде вот ехали, и уже очень много, еще несколько, там, вот, таких миллиардеров. Где, если не в социальных проектах, я бы с ними встретился. О чем вы в поезде разговаривали, Саша? Расскажи секрет. Ну, мы разговаривали, на самом деле, о разных вещах, делились вот жизнью, делились как раз-таки социальными проектами. Вот, открою секрет, вот, для ребят, все миллиардеры встречаются вот в одном месте, они уже все, бизнес им не интересен, у них все вопросы жизни закрыты. Ну, они встречаются только в филантропии, это социальные проекты. Ну, здесь два пути. Либо ты должен стать, как они, миллиардером, и с ними потом они будут с тобой разговаривать, либо ты должен делать что-то социальное, и ты можешь не становиться миллиардером, а уже встретиться с ними и познакомиться, и потом стать миллиардером, кстати. Это тоже неплохо, потому что ты тоже там будешь учить. То есть, вот, и поэтому необязательно иметь миллиард долларов на счету, чтобы вот перенимать мышление, учиться у лучших. Просто с какой стороны посмотреть? Если со стороны того, что я хочу свой себе карманы набить и там купить машину еще, ну, это неинтересно. Если ты приходишь с социальным проектом и говоришь, я вот буду вот это, я готов для вас делать, я готов время инвестировать, ну, я думаю, что большинство, я не говорю все, но очень много кто, очень это их зацепит. Получается, такой вселенский закон сохранения энергии, да? Да. Даешь, получаешь, и начинать нужно с того, что... Ну, это, я даже так, даже сказал бы, такой, ну, лайфхак, не стоять с прощащей рукой и думать, что твой проект гениальный. Да, слушайте, ему... Сколько их вообще, этих проектов. Да, и сколько этих проектов, вот, а говорить, что... Или что-то сделать для этого человека в социальной сфере, вот, ну, стать тем, ну, кто готов свое время инвестировать, и это для вас станет, ну, путем. То есть, ну, по мне важно всеми силами, вот, зацепиться за мышление вот таких людей, вот, и дальше у тебя в жизни тоже будут происходить, вот, ну, просто какие-то другие события, от которых ты будешь очень сильно удивляться. Саша, спасибо за ценный совет и за такой глубокий разговор, а мы с вами увидимся в следующий раз. Время проявляться! Спасибо! 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 Спасибо!